Слово президенту Турецкой Республики, господину Ржепу Тайпу Эрдогану. Тон Такаева обозвёт, Туэрдогана неправильно назовёт, но при этом российские пропагандисты будут и дальше насмехаться над старым Байденом. А Путину не пора ли на пенсию? Об этом и не только. Поговорим сегодня с нашими гостями ещё о том, какие интересные моменты саммита БРИКС остались за кадром. Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ СРСР и службы внешней разведки РФ, с нами на связи. Сергей Олегович, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия, привет всем нашим зрителям. Саммит БРИКС показал, вроде как, что план Брюсселя и Вашингтона изолировать Россию провалился, заявил Вячеслав Володин, спикер Госдумы. Говорит, что в Казань для участия в саммите БРИКС прибыли представители 36 стран, 22 делегации представлены на высшем уровне, и Россия стала местом притяжения. А вот наши украинские дипломаты говорят, что это сборище на самом деле не имеет и не будет иметь успеха, потому что как раз тут собрались страны с противоположными взглядами во многих вопросах. А вот как вы считаете, действительно ли это место притяжения теперь? Ну, вы знаете, его не стоит недооценивать и не переоценивать, эту бодягу всю. Потому что для Путина, конечно, с точки зрения картинки, которую показали в течение трёх дней мировые СМИ, они показывали, они демонстрировали эту картинку. Для него, конечно, это удача, потому что видно, что он не один, что к нему приехали какие-то люди. Видите, что, в принципе, несмотря на то, что у него статус человек, который разыскивается международным уголовным судом, к нему с ним кто-то там встречается. Но, опять же, переоценивать это тоже не стоит. То есть это, с одной стороны, для него всё-таки удача, а с другой стороны, ну, из тех, кто к нему приехал, значимо всего два человека. Это Си Цзиньпинь и Моди. То есть, грубо говоря, Китай и Индия. Больше того, я вам напомню расклад в Организации Объединённых Наций. Помните, когда голосовали на Генеральной Ассамбле Организации Объединённых Наций резолюцию, которая осуждает Российскую Федерацию, за неё проголосовала 141 страна. Но в Организации Объединённых Наций официально зарегистрировано 192 страны. То есть понятно, что ещё 51 страна либо проголосовала против, либо воздержалась при голосовании за ту резолюцию. И вот как раз из числа этих 51 стран, вот все люди эти и приехали. То есть, грубо говоря, здесь нет абсолютно для нас ничего нового. То есть это не так, чтобы вот те страны, которые были в числе 141, они все поменяли, значит, мнение и быстренько прибежали к Путину. А те, кто, так сказать, раньше с ним сотрудничал, они все обиделись там и так далее. То есть здесь никакого изменения расклада не произошло. И, в общем, такой расклад и был. То есть мы примерно знали, что примерно 50 стран довольно спокойно, так сказать, смотрят на все происки путинского режима, на нарушение им Устава Организации Объединённых Наций. И даже тот самый Гутельж, да, он же к нему приезжал, к Путину. Он даже не понял урок, который Путин ему преподнёс. Потому что я вам напомню, что когда в прошлый раз два года назад, он там, по-моему, в марте месяце приезжал, или в апреле месяце приезжал в Москву, он после этого поехал в Киев. И Путин в этот момент, когда Гутельж находился в Киеве, атаковал Киев ракетами. И там взорвалась ракета в двух километрах от той резиденции, где находился Гутельж. То есть, на самом деле, уже тогда Путин показывал этому самому Гутельжу, что он о нём думает, и что он думает об ООН, и всякие прочие вещи. Так что в этом случае давайте мы не будем ни переоценивать, ни недооценивать. Это говорильня, конечно. Брикс – это вообще ни о чём, это не организация. Это просто клуб, это форум, куда собрались 40 человек, которым на халяву захотелось собраться в одном месте. Красивые залы, круглые столы, создаётся впечатление, что они решают что-то там в мире. Совершенно понятно, что никакая Эфиопия, даже Южная Африка ничего в мире не решают. Есть даже умные люди типа Лулы, которые просто туда не поехали, или, допустим, Такаева, которые сказали, что не нужна нам эта Брикс, потому что это, в общем, разговор-то ни о чём, это не организация. У неё нет никаких структур, у неё нет никаких целей, у неё нет никакого устава, у неё нет никаких реальных каких-то механизмов или объёмов финансирования, которые могут помочь вам решить какие-то задачи, которые без неё вы решить не можете. Это даже организация, в которой ничего не изменилось для самих стран, которые входят, потому что вот когда нам показывают этот расширенный объём, надо понимать, что это просто приглашённая. Сама-то организация – это пять стран. Ну и плюс там с этого года ещё к ним добавились четыре страны. Но, кстати, вот ту статью, которую вы процитировали, я с ней абсолютно согласен, в общем, даже до того, как с ней познакомили вы наших слушателей и меня, вот я тоже самое говорю, что вот даже из главного состава, то есть вот из состава тех девяти стран, которые сейчас входят в БРИКС реально, в БРИКС плюс, потому что дальше там ещё просто только идёт разговор о каком-то присоединении и так далее и тому подобное. Есть уже две связки, которые на самом деле не работают. Это абсолютно не взаимоисключающие связки. Иран и Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и, кстати, Египет с Ираном не могут сотрудничать по-настоящему, потому что они друг друга ненавидят. И Индия с Китаем тоже друг друга ненавидят. Это тоже противостоящие друг другу цивилизации, даже не страны, даже не там небольшие объединения, а цивилизации, потому что и индийская цивилизация, и китайская цивилизация претендует на особую роль в жизни человечества. И каждый из них говорит о том, что она самая главная, вот оттуда, значит, это колыбель человеческой цивилизации, вот от нас китайцы говорят, а индийцы говорят, нет, не от вас, врёте вы всё, вот, и у них там свои проблемы. И, кстати, Моди и Си Цзиньпинь, вот единственное, может быть, для мира, что интересно во время этого БРИКСа, это то, что они в первый раз там за четыре, по-моему, года последние встретились один на один, значит, для каких-то переговоров. Ну, я думаю, они как раз для этого и приехали, не для того, чтобы увидеть Путина, а чтобы посмотреть друг на друга. Кстати, по поводу Гутерриша, то этот генсек, организация объединённых наций склоняется перед военным преступником. Вот мы видим на фото, он мог ещё на колени встать перед ним, и он склоняется перед военным преступником, который развязал самую кровавую войну в Европе за всё время существования ООН. При этом Гутерриш сказал, что якобы мы должны жить как одна большая семья, это Путин цитирует его, и говорит, что мы так и живём, в семьях случаются размолки, скандалы, делёж имущества, дело иногда доходит до драки, это Путин говорит. И также он добавил, что цель БРИКС заключается в том, чтобы создать благоприятную атмосферу в общем доме, и мы этим занимаемся, в том числе в тесной координации с ООН. Ну то есть, по сути, Путин сам сказал, что ООН не работает, и что ООН, наоборот, нам только помогает вести эту войну и дальше. Ну в общем, да, ну опять же, вот вернёмся к тому примеру, который я вам дал. Вот на БРИКСе собрались как раз единомышленники из ООН, то есть, все те страны, которые не осудили российскую агрессию в 22-м году, которые не подписали резолюции Организации Объединённых Наций с требованием вывода российских войск, с требованием соблюдения устава в ООН, вот все они сюда и собрались. И генеральный секретарь ООН, который, с одной стороны, принимает резолюцию, а с другой стороны, приезжает к государственному преступнику, разыскиваемым международным уголовным судом, но отказывается ехать на другую конференцию, которая гораздо более представительна, куда собралось больше ста стран и международных организаций, а именно Бургеншток в Швейцарию, вот это для ООН ненормально. Ну, кстати, в этом смысле, вот единственное, с чем я соглашусь с Путиным, и это не потому, что, так сказать, он хороший человек, он остаётся военным преступником, а потому что он сказал просто банальности, то, что ООН на самом деле является абсолютной говорильней, она ничего не может принять, и самое главное, она никого не может заставить уважать свои резолюции. И это, кстати, не только в отношении Путина, это в отношении той же самой Северной Кореи, потому что я вам напомню, что Северная Корея находится чуть не под десятком резолюций ООН, которые не соблюдают, во-первых, вообще очень многие страны, и плюс Российская Федерация прям буквально во время БРИКСа ратифицировала новый договор с Северной Кореей в нарушении санкций Организации Объединенных Наций, тогда, когда в этом зале сидит генеральный секретарь ООН. Вот, и, в общем, это, конечно, всё символично, потому что мы же понимаем, что ООН – это вообще просто говорильня, и сколько резолюций ещё, кстати, там, и израильские, антиизраильские резолюции, и каких только ещё резолюций не было, которые на самом деле никогда не исполнялись, исполняться не будут, кстати. Так это ж какой абсурд, что Гутерриш оправдывается, говорит, я не мог пропустить этот БРИКС, потому что тут же полмира собралось, а вот когда на конференции в Швейцарии тоже собиралось полмира, то что-то его остановило туда приехать. Ну, это, опять же, с нашей стороны теперь это банальности, потому что мы их уже говорили несколько раз, каждый раз мы это напоминаем, повторяем. Другое дело, что, в принципе, от Гутерриша можно было потребовать более решительным образом соблюдения, уважения стран, которые собираются в Бургенштоке. То есть, мне кажется, вот здесь не доработала немножко украинская дипломатия, потому что мне казалось, что в это июне месяце, накануне мирной конференции, просто украинский министр иностранных дел слишком мягко ходил и зазывал туда организации, а когда Гутерриш сказал, что он туда не поедет, вместо того, чтобы сказать, что Гутерриша, значит, Украина требует диституции, увольнения генерального секретаря, который не едет на такое важное мероприятие, значит, ограничились каким-нибудь там высказыванием сожаления тому, что он туда не приехал. То есть, в этом смысле, так сказать, было, может быть, недоработка какая-то, ну, вот тот министр иностранных дел уже теперь не работает у вас. Думаю, что новый министр иностранных дел, он вынес какие-то уроки из этого дела, и мы видели, что было заявление Министерства иностранных дел Украины, которое, так сказать, отдало оценку тому присутствию Гутерриша на этой сессии Брикса. Путин в Казани заявил, что России невозможно нанести стратегическое поражение. Говорит, что те, кто хочет нанести России стратегическое поражение, не знают историю нашей страны, их расчёты иллюзорны. А вот этот кремлёвский диктатор, он и правда чувствует себя сейчас очень мощным геополитическим игроком? Вы знаете, у Путина очень специфическая психология, потому что он сам себя сначала загоняет в некий мыльный пузырь информационный, в котором ему комфортно. И когда он находится в этом мыльном пузыре, ему кажется, он на весь мир смотрит из этого мыльного пузыря. И поэтому не надо переоценивать, опять же, его какие-то заявления, потому что это так ему кажется. Вот это, ну, грубо говоря, вот если нормальный человек пройдёт с главным врачом психиатрической больницы, то ему вот каждый посетитель, вернее, не посетитель, а каждый как раз пациент этой больницы может рассказать, как он видит изнутри эту больницу, как ему всё нравится или не нравится. И вот Путин, когда он это высказывает, это, так сказать, высказывание пациента психиатрической больницы. Вот только так к ним надо относиться. То есть человек, который неадекватно воспринимает реальность. И поэтому, что бы он ни говорил, нас вообще-то должно мало интересовать, строго говоря, потому что она, все эти высказания, они только подтверждают то, что он реально неадекватно оценивает международную реальность. Потому что если ему кажется, что просто вот тот факт, что он собрался в красивых залах с какими-то сорока украинами, что это и есть мейнстрим, значит, международный на планете Земля, то совершенно понятно, что он ошибается. Если он говорит, что Российская Федерация ничего не потеряла после того, как она потеряла самые главные свои экономические рынки сбыта, а именно Западную Европу, в результате которой у нее собственная внешняя торговля там упала в два раза. И он никак не может заменить все это дело на китайцев и индийцев. А когда ведет эту торговлю теперь с китайцами и индийцами в рупиях и в юанях, он не может на эти рупии и юане купить ничего. То это понятно, что это, в общем, все шизофрения. Даже, кстати, в БРИКС, я вот не знаю, видели вы это или нет, но есть такая прям на сайте БРИКСа памятка для участников конференции, значит, и для участников, которые туда приезжают, где написано, что, вы знаете, у нас вообще-то не работают никакие платежные инструменты, и поэтому, если вы хотите, так сказать, чувствовать себя вольготно, то приведите с собой доллары и евро наличными, потому что только тогда вы будете себя чувствовать уверенно во время поведения этого саммита. Это у них размещено прямо на их собственном сайте. И после этого Путин говорит, да вы, мы вообще-то там, это доллар и евро, плевали мы на них, мы вот для этого создаем свои какие-то расчетные инструменты. И одновременно, три дня назад, отвечая на вопрос какого-то человека, а почему вам в БРИКСе не хотите создавать общую валюту, Путин одновременно говорит, что мы ее не можем принципиально создать, потому что у нас неинтегрированные экономики и потому что у нас несопоставимые экономики, потому что экономика Китая в 10 раз больше экономики Российской Федерации и в 200 раз больше, там, в 2000 раз больше экономики Эфиопии. На такой основе нельзя создать никакую общую валюту. И в этом смысле даже иногда он говорит какие-то нормальные вполне себе даже мысли, он говорит, вот даже у европейцев, когда они создавали евро, у них были особые проблемы, потому что даже у них там были разные уровни интеграции, разные уровни экономики. То есть в этом смысле он сам себе противоречит постоянно просто. И это, конечно, большой док-док. Как вы думаете, Сергей Олегович, о чем могли все же договориться за кулисами? Возможно, о чем-то именно с Си Цзиньпином, он же там очень активно сейчас о своем бразильско-китайском плане говорит. Ну, вообще-то, строго говоря, как вы сами понимаете, для Си Цзиньпиня, для Китая, любая организация, куда приезжают какие-то вассалы, которые способны участвовать в его проектах, его интересует. И я вам должен сказать, что Путин сам постоянно прогибается перед Си Цзиньпинем. То есть вообще вся эта штука, она была создана для Си Цзиньпиня, поэтому он туда и поехал. И поэтому, кстати, это такие маленькие штришки, но они очень символичные штришки. Когда Путин выходит, допустим, на пресс-конференцию с представителями средств массовой информации, там все по алфавиту, а Китай первым. И он прямо об этом говорит, что мы сначала отметим представителю Китая, а потом все по алфавиту будут. То есть понятно, он сам сказал, что у нас самая главная здесь страна Китай, а вы все потом по алфавиту. И это вот абсолютно такая же вещь, потому что было еще, значит, вот они там постоянно говорят, вот там Запад, не Запад. И Путин говорит, мы создали БРИКС якобы не для того, чтобы с кем-то соревноваться. Это просто мы сами по себе решили объединиться, это не в пику кому-то. Но когда он высказывается по поводу БРИКС, он постоянно сравнивает БРИКС с Большой Семеркой, постоянно проводит это дело, или там с Западом, допустим, говорит, что вот там, я не знаю, другие страны какие-то, мелкие страны, зависят от Запада, а мы здесь все такие независимые. И в это время показывают по российскому телевидению программу, где крылатое выражение Си Цзиньпиня. Опять же, полностью в зависимости от Китая у российской делегации и у самого Путина, даже при ответах на вопросах, это даже не Си Цзиньпинь там сидел, а просто его представитель, представитель какого-то китайского агентства. И то Путин сказал, что мы сначала ему ответим, я сначала ему дам интервью, а потом вам всем по алфавиту. Кстати, Си Цзиньпинь во время саммита БРИКС призвал снова не допустить эскалации, распространение войны в Украине. И он говорит, что конфликт, конфликт, как всегда в Китае называют, затягивается, поэтому мы должны твердо соблюдать три принципа. Не допускать расширения географии боевых действий, не допускать эскалации и не допускать провокации. Но также он призвал отказаться от политики и подливания масла в огонь. Тут очень интересно, потому что разве это сейчас не Россия как раз за счет Китая и подливает масло в огонь? Я имею в виду то, что отправляют северокорейцев воевать в Украину. Но это же, наверное, тоже согласие Китая? Ну вот здесь мы не знаем, согласие с Китаем или не согласие с Китаем. Потому что создается впечатление, что Российская Федерация и Путин северной корейцей, с Ченнельским, чем и нам, даже играет где-то против Китая или за спиной Китая. Потому что были такие небольшие доказательства того, что для Китая это не очень нравится. И насколько это нравится Китаю, мы не знаем на самом деле. Это не попадает в публичное пространство. Но вот то, что я слышал про это выступление, потому что я, конечно, не смотрю их всех, потому что это просто бессмысленная трата времени, поэтому тратить три дня своего времени, чтобы отсматривать всех выступлений, это смысла нет абсолютно. Но то, что я слышал из пересказывания выступления Си Цзиньпиня, это то, что как раз он первый раз назвал этот конфликт между Россией и Украиной. То есть он раньше говорил, что это просто конфликт у Украины где-то там. То есть он не называл даже, не только войной, но не называл даже это конфликтом двухсторонним. Теперь он назвал якобы, то есть у меня такое впечатление, что он называл обе стороны конфликта. А когда вы называете обе стороны, то это уже совсем другое дело по отношению к тому, что он говорил раньше. Ну и дальше мы же понимаем, что у Китая был свой собственный мирный план. Уже даже в 1922 году этот план, который состоял из, по-моему, 10 пунктов или там из 12 пунктов. И никто его вообще не заметил, никто вообще не стал его даже рассматривать, потому что это просто были пункты ни о чем. Это были пункты за все хорошее, против всего плохого. И то есть, с одной стороны, все под ним готовы были подписаться, даже Украина, потому что первым пунктом там было, по-моему, уважение суверенитета государств. Другое дело, как Китай понимал это уважение суверенитета. Но по этим первым пунктам это стояло. На самом деле, когда вы делаете какой-то план, в котором нет реальности, отношения реальности, то на самом деле он ни о чем. И вот, кстати, у Путина, когда он высказывал там свою Фи Гутерришу, он тоже говорил, что ООН надо переделать для того, чтобы она соответствовала реалиям 21 века. То есть, грубо говоря, Путин предлагает переделать устав ООН, чтобы любая страна могла устраивать вооруженные конфликты под ядерным зонтиком. И я сомневаюсь, что страны, которые сейчас входят в ООН, захотят таким образом изменять устав ООН. Если вспоминать этот мирный план, так называемый Китая и Бразилии, то он предусматривает заморозку по нынешней линии фронта. А вот он действительно, этот план, может быть интересен Путину? Ведь сейчас же фронт и в Курской области. Мы не знаем, что интересно Путину. Потому что, как неоднократно я вам уже говорил, Путин находится в психиатрической лечебнице. И мы не знаем, что этому больному интересно в его голове. Мы знаем, что ему желательно давать какие-нибудь сильные купирующие лекарства для того, чтобы он не предпринял никаких опасных действий для самого себя и для окружающей среды. А дальше всё, что он рассказывает, это мало кого интересует на самом деле. Хотя, в общем, если вы послушаете заявление президента Зеленского недавнее, то у него прозвучала такая фраза, что можно было бы начать с того, чтобы обоюдное прекращение огня по элементам инфраструктуры, прежде всего энергетической. То есть, на самом деле, здесь подвижка и с украинской стороны, потому что раньше говорили о чём? Что вообще не о чём разговаривать с Российской Федерацией, пока российские войска находятся на территории Украины. Вот когда они будут выведены на границе 1991 года, тогда можно разговаривать и дальше. Но, как мы видим, подвижки есть и с той, и с другой стороны. То есть, на самом деле, понятно, что, конечно, эта война идёт уже скоро три года, что она унесла много жизней, что она истощила и украинскую экономику, и страну, и украинское общество, и российскую экономику, и российское общество, и что рано или поздно эта усталость, конечно, может сказаться, тем более, что она сказывается также ещё и на западных странах, которые помогают Украине. То есть, в любом случае, какая-то усталость от этого есть, но вот как она реально будет, так сказать, как эта усталость будет переходить в какие-то переговоры, в какое-то прекращение огня, мы это не знаем. Но самое главное – другое. Ведь у Путина такая репутация, что с ним бессмысленно о чём-то договариваться. Потому что человек, который нарушил обязательства собственной страны по Будапештскому меморандуму, где гарантия, что то, о чём вы с ним договоритесь, будет исполняться? У него же просто репутация человек, у которого нет слова. Вот почему, кстати, с ним ещё, не только потому, что он военный преступник, не только потому, что он начал эту агрессивную войну, но и потому, что у него нет слова. И больше того, если послушаете все его заявления, то он производит впечатление действительно психбольного. Потому что человек, который говорит, мы ни на кого не нападали. Это он говорит в мире здоровым людям, которые говорят, ага, это значит, украинские танки зашли на российскую территорию. Нет, это наши танки российские, но мы ни на кого не нападали. Это было не нападение. Вот. То есть и дальше, вот как с таким человеком садиться за стол переговоров? Ну, я, кстати, думаю, что, возможно, это заявление, которое было в СМИ по поводу энергетической инфраструктуры, оно было рассчитано как раз на саммит БРИКС и на Си Цзиньпиня, на МОДИ, чтобы они повлияли на Путина. Ведь была ранняя информация от разведки, что они готовят удары по украинских подстанциях АЭС. Ну, да, да, действительно, здесь мы можем дальше спекулировать, почему именно произнесено было в этот момент, почему именно в такой форме и так далее. То есть можно много чего сказать. Но, с другой стороны, давайте останемся на фактологии. Просто мы, так сказать, процитировали это высказывание, а дальше посмотрим, какие оно будет иметь последствия и ответили как-то российская сторона. Потому что, наоборот, если вы послушаете ответ Марии Захаровой, то она просто перешла на площадную брань и практически на блатной язык российский отвечает на некоторые заявления президента Зеленского. Сергей Олегович, огромное спасибо вам за разговор, за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего и спокойного дня и напомню, что Сергей Жирнов был с нами на связи. Мы говорим сегодня с ведущим Ходорковский Лайф Сергеем Асланяном. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, рада вас видеть. Взаимно. Спасибо, что присоединились. Вот абсолютно серьезная сейчас идет такая информация, что Трамп может попробовать осуществить силовой захват власти, если ему не удастся выиграть выборы. И сейчас уже якобы готовится для этого основа, пишет издание «Политика». Вот насколько подобный силовой захват власти возможен в принципе в Соединенных Штатах и какие в таком случае могут быть последствия? Во-первых, сам по себе Трамп вдруг стал олицетворением деда Щукаря, который раньше был абсолютно литературным персонажем и в живой природе не очень встречался. А тут выясняется, что это такой совершенно уникальный, многоформатный политик, который может абсолютно все. Он уже из Путина непонятно где, при каких обстоятельствах, то ли в землянке, то ли на авианосце, но поговорил, что «Володя, да я же тебя разбомблю». И после этого его остальные любые другие заявления, судя по всему, дальше он полетит в космос, но на планете Земля у него еще одно маленькое дельство — стать президентом. И если по какой-то причине ему полагающийся престол вдруг не предъявит, а ведь понятно же, что, ну, собственно, кроме Трампа, ну кто еще в этой Америке живет? Ну откуда там какие-то 300 миллионов? Да ну что вы? Ну только он может быть президентом. И если ему вынут и не положат, то, конечно, он просто с ноги откроет туда дверь и станет президентом, потому что... И вот после того, как он начал заговариваться и нечто среднее между дедом Щукарем и Лукашенко из себя начал представлять, становится очень грустно. Оказывается, в Америке вот из этого надо выбирать президента. И Трамп, который сейчас занимается только одним, он пиарится, потому что его слова все менее-менее достоверны. Ука ему прострелили, но этого хватило буквально на одну неделю. После этого в соседнем дворе какую-то бабушку то ли пристрелили, то ли прибили, то ли это было покушение. Опять мимо Трампа. И опять его котировки не растут. А заведомо более проигрышный кандидат Камала Харрис, у которого, в общем-то, интеллектуальные способности не очень высоки. Ну так, где-то на уровне табуретки. Она почему-то милее американскому народу и есть ощущение, что вот-вот она где-то что-то выиграет. А Трамп великий и могучий, опытный политик, при котором не бывает войн, при котором вечное лето, при котором всеобщее благоденствие, почему-то никак не получает мандат. И если ему не дадут, то дальше смотрите, что я сделаю. Очень утомительный персонаж, который считает, что для пиара подойдет абсолютно любая чума. И через какое-то время вполне возможно, что... Ну все-таки, знаете, он тут с Путиным поговорил. Он сказал, Володя, ну я же тебе купола-то с башки-то твои снесу. Но после этого вполне возможно, что он скажет, так, ну климат-то планете Земля, ну сколько можно? Ну Грета Тунберг первой исходила на трибуне ООН. Она же тебе климату объяснила, как надо. Значит так, климат, стой раз-два. Ну-ка, что быстро, что там? Дальше ему подскажут, что именно. Следующий как раз межконтинентальный всегалактический способ выхода на околоземные орбиты, когда Трамп начнет на небе там звезды менять. А что это? Звездное небо и карта над Америкой как-то не очень с большой медведицей. А давайте-ка звездочки я подведу. Я же все-таки Трамп. Очень опасная симптоматика. Вы знаете, может быть очень опасная, но похоже, что есть люди, которым это действительно заходит, потому что все больше и больше информации о том, что рейтинг Трампа и Харрис в последнее время он выравнивается. И то, что вот Трамп сказал, что он действительно мог ударить по Москве, что при нем не было бы войны, а без него будет третья мировая. Мягко говоря, очень нелицеприятно высказывался в адрес Владимира Зеленского. Вот все это в случае, если Трамп все же станет президентом. Чего ожидать? Потому что, ну действительно, говорят сейчас аналитики о том, что это все предвыборная риторика, и он будет стабильным на, когда там, станет президентом. Ну вот вы верите в трамповскую стабильность, и что это будет за стабильность? Трамп, который пытается объяснить, что он на самом деле главный талисман планеты Земля, и если не он, то, соответственно, будут кризисы, катаклизмы, извержения вулканов и массовая гибель, он от своих слов откажется сразу, как только получит ключ от овального кабинета. Потому что одно дело восхождение на престол, и сейчас у него процентная гонка, на самом деле, она говорит о том, что не он побеждает, а о том, что Камала Харрис настигает. Все больше и больше аргументов в ее защиту, в ее пользу, все больше и больше людей склоняются к каких-то симпатиях в отношении нее, при том, что она по сей пору два слова-то связать не может, и каждое ее появление на публике говорит о том, что ни аргументов у нее, ни мыслей нет. И она, которая так верно служила престолу нынешнего Байдена, сейчас должна доказать, что это не она, что она, одно из двух, либо она была плохим вице-президентом, и это Байден свирепствовал, а она никто и молчала в районе табуретки, либо это их согласованная политика, за которую она несет ответственность, и тогда с какой стати ты должна быть президентом? Очень тяжелая позиция. А Трамп в этом отношении теряет вообще какие-то параметры здравого смысла, и начинает объяснять, что он просто сам по себе хорош. Слушайте, я такая классная девушка на заглядение, а как вы можете на мне не жениться? Вы что? Я же просто, посмотрите, какая вся я себя красавица. И все это абсолютно не имеет никакого значения. То, что Камала Харрис не придумала ни одной серьезной умной мысли и по подстрочнику иногда угадывает, иногда нет, не говорят о том, что она в действительности будет такая. И Трамп, который сейчас объясняет, что, конечно же, он может, он сделает. И вообще, посмотрите, у него, между прочим, трехтомник опыта геополитической стратегии. Он его еще не написал, но в первый раз, когда он в Белом доме в овальном кабинете что-то такое великое делал, он уже показал своим свое мастерство, свой уровень. Сейчас осталось только закрепить этот материал. Все меняется, когда ты достигаешь цели. И если какой-нибудь журналист позволит себе открыть рот и сказать, Трамп, а вы же обещали, то Трамп расскажет о том, что, во-первых, вы меня так поняли. Во-вторых, это был не я. В-третьих, ложечки уже нашлись. И ни в коем случае не будет делать, в принципе, даже следовать своим обещаниям. И звезды останутся на месте, и с войной он ничего не поделает. И вот это вот браваду ведь, он начал с чего? С того, что, а у меня есть способ. Знаете, я стану президентом, на второй день Трамп что-то такое говорила. А что он там? Да что-то про войну Бог хотел. Даже неинтересны подробности. Минуточку. Вы что, прошли мимо моих гениальных стратегических намерений? Так, еще разочек. Вы что, меня не расслышали? А его и в пятый раз не расслышали. И сейчас его задача просто обратить на себя внимание, склонить какое-то количество людей на свою пользу. Тем более, что у американцев очень серьезная, очень проблемная, очень многоходовая система выборов. Она не прямая. Там есть те, кто голосует от себя, есть выборщики, которые голосуют якобы с точки зрения других. И это, в общем, путаница, в которой непонятно, на кого ты конкретно можешь повлиять. Рот-то ты открыл, а кто понял, что в этом рту было, не всегда понятно, не всегда ясно и до последней секунды не угадываемо. И Трамп будет кардинально другим. И Америка тому много раз показывала пример, что люди в своей предвыборной риторике обещают многое, потом становятся президентами. И здесь включается защитный механизм Америки. Америка — это очень большой авианосец. У него есть своя большая инерция, но при этом у него своя устойчивость, он многопалубный, подбить его очень тяжело. И он всегда двигается своим курсом. И вот Америка, она всегда идет своим курсом, как бы ни менялся у них капитан на командирском мостике. Капитаны бывают разные. А авианосец двигается и всегда, в общем, достигает своей цели. Поэтому, даже если Трамп окажется безумен настолько, что в какой-то момент переиграет свою челядь, свой двор, и выяснится, что ему не указ, во-первых, есть инструменты юридического обуздания президента. Не говоря уже о парламентских, типа импичмента, но на самом деле судебная система, она позволяет генеральному прокурору отдернуть президента и сказать, президент, ну-ка на место. Это очень непривычный инструмент, нам этого не понять, как это так. Есть какая-то власть над наместником Господа Бога на земле, и есть в целом та самая знаменитая, многократно описанная без конкретики система сдержек и противоречий, которая не позволяет даже самому неумному президенту Соединенных Штатов необратимых глупостей наворотить столько, чтобы потом эти наломанные дрова утопили Америку. Этого не произойдет. Поэтому обещать жениться он может сколько угодно, так только под венец, это будет кардинально другой, совершенно иной Трамп. Вы знаете, мне вот очень интересна такая история. У меня всегда спикеры, которые приходят на стрим, понятно, плюс-минус их позиция, то есть симпатия к одному или к другому кандидату в президенты Соединенных Штатов. То есть сейчас мы с вами вот разговариваем, я не могу понять вашу позицию. Все-таки вы склоняетесь больше к Камале Харрис и к ее президентству и к ее рациональной позиции, потому что, судя по тому, что вы говорите о Трампе, то все же, скажем так, не кандидат ваших симпатий. Как в фильме «Служебный роман». Что вы за человек такой? Я никак не могу вас раскусить. Не надо меня кусать. Попытка положить меня на чашу весов довеском, это всегда очень сложно, потому что мы привыкли к тому, что мир черно-белый. И большинство людей в высказываниях своих тоже либо в одну, либо в другую сторону очень конкретны. А взвесить так, чтобы личное не превалировало на уровне аргументов и сделать свои выводы, вот к этому многие не готовы. Вы знаете, Навальная заявила о том, что пойдет в президенты, если вернется в Россию после Путина. Но после Путина это очень большой кусок работы, потому что сейчас действительно очень много зависит и от следующего президента Соединенных Штатов, о том, как завершится российско-украинская война. Вот как вы считаете, все-таки Навальная, которая вернется и пойдет в президенты, как она заявила, насколько это может быть реальная история и в каком случае? В России докопился очень большой список женщин, которые доделывают за своими мужьями дела. При Путине это началось с вдовы командира подлодки Курск, которая вынуждена была олицетворять это горе и объединить вокруг себя других вдов и как-то так или иначе превратиться в организацию, которая решает вопросы, связанные с гибелью экипата. Юлия Навальная, которая совершенно не планировала стать вдовой, она совершенно не мечтала себе создать политическую карьеру, она вынуждена, неся фамилию, оправдывать, быть политиком и очень многие смыслы в жизни объяснять, хотя совершенно не собиралась этого делать. Следующий шаг, ну в том числе заявка на президентство, ей это абсолютно не нужно, но она не вправе забыть своего мужа, она не вправе отказаться от дела своего мужа, она не вправе молчать по поводу мужа, потому что при совпадении фамилии она у них общая, каждое упоминание Юлии Навальной это каждый раз упоминание Алексея Навального, который, конечно же, не забыт, который был кандидатом номер один в президенты, который был политиком и человеком, который мог изменить формат всей страны, изменил бы, сил бы у него хватило. И когда бедная несчастная Юлия, постаревшая раньше времени, тратившая свою красоту, вынуждена каждый раз просто привлекать внимание публики к тому, что дело Навального, проблемы Навального, биография Навального это все еще нерешенные вопросы. Она в том числе упоминает некое президентство. Быть кандидатом в президенты? Да, конечно, правовая система следующей России, то есть самой светлой России будущего, это, кстати, формулировка ее мужа, это Навальный придумал, светлая Россия будущего. Да, там найдется место для нее, конечно, пожалуйста, можно быть кандидатом. Она не будет президентом, она не будет политиком, она будет той самой несчастной женщиной, которая вынуждена доделывать дела своего мужа. Давайте поговорим о России. Сейчас у Путина серьезная нехватка человеческого ресурса, и поэтому он нанимает иностранцев, об этом пишет издание «Загардин». И в целом Путин, похоже, не хочет дальше накалять ситуацию внутри России, собирается продолжать воевать, что называется, чужими руками. Вот насколько эта история с привлечением иностранных граждан может быть рабочая в перспективе затяжной войны, которую планирует сейчас российский диктатор? Закидать с северокорейцами фронт не получится. И узбеков и таджиков, которые приехали в Россию подработать дворниками, тоже поменяв метлу на автомат Калашникова, на фронт не кинешь, потому что с ними, ну, не то что войну нельзя выиграть, с ними даже не получится удержать фронт. Война, она, конечно, рисуется из тыла, из газет, из Соловьева в телевизоре, как некая удача, которая России предопределена, и нужно просто поприсутствовать рядышком. То есть ты постой и смотри, как она выиграет с этой войны, и как все получится здорово, что же ты уклоняешься от этой роли человека, который при исторической миссии хотя бы является просто достойным свидетелем, мы же тебя потом за это наградим. Войну выиграть не получится. И то, что в России параллельно рассматриваются несколько сценариев, например, всеобщей мобилизации. Страшно. Военные кричат, что без этого не выиграем, а на самом деле даже проиграем. Но политически пока это еще очень опасно. При этом, для того, чтобы удержать фронт, так или иначе, Путин официально увеличил армию на 180 тысяч боевых, ну там, на 200 с чем-то небоевых, общее количество единиц. То есть он увеличил и призыв, и общую численность, официально провозгласив, что у нас теперь будет увеличение армии. И все это шаги для латания дыр. Лотк тонет. Но ты после этого не построишь шикарный боевой корабль, когда у тебя в днище дырки, когда у тебя под ватерлинией прилетела торпеда, а команда у тебя постоянно норовит прыгнуть за борт и сказать, дальше мы сами. И нужно набрать какую-то команду, которая что? Которую в этот момент грудь колесом и на врага шашки вон, голопом марш пленных не брать? Не получится. И найти тех людей в достаточных количествах, а ведь самое главное умение России воевать, это заваливать телами. Где была когда военная кампания, выигранная Россией умением, а не числом? Ну, десант на остров Шумшу в 45-м году это, наверное, единственная десантная операция, потому что десант на остров Эльтиген в 42-м на траверзе Феодосии, он привел к тому, что все погибли. Ну, они, правда, вошли в историю военной учебники, как операция, давшая наибольшее количество героев Советского Союза, посмертно. Ну, наверное, это очень доблестно, когда из 10 тысяч человек десанта у тебя остается 800. И поэтому Россия, она всю жизнь нуждается в пушечном мясе, и вот каждый раз мы опять-таки спотыкаемся об этой уже затертой формулировке, а пушечное мясо, пушечное мясо, это конкретно то, чего не хватает. В России мяса всегда не хватает, не для того, чтобы есть, не для того, чтобы безумно тратить. И выиграть войну на скребях, где-то по миру каких-то несчастных африканцев, взять и так или иначе геополитически обыграть Северную Корею и оттуда получить батальон, полк, несколько бригад. Этим тоже война не выигрывается. Даже если вся армия Северной Кореи на сегодняшний день побросает Южную Корею и ради пайка люди досу то не ели никогда. Люди в условиях голода родились, живут и умирают. И тут ему скажут, слушайте, а у русских, вы знаете, какая тушенка? Какая у русских тушенка? Айда! Тушенка? Это то, что нам на уроках рассказывали, показывали, но есть не давали, потому что была одна консервная банка в качестве наглядного пособия. Действительно, едем. Война при этом не выигрывается. Фронт удержать? Ну да, наверное, можно. Тем более, если это какая-то есть ротанция, смотрите, а теперь заградотряд, это не какой-то там Тик-Ток Кадыров, это северные корейцы. Они такие звери, они как поймут, что вы бежите, а у вас у каждого есть тушенка. Они же вас порвут, ну потому что, опять-таки, за тушенку. Не то, что война не выигрывает за этим, невозможно стабилизировать фронт. Это, конечно, очень радует глубинного русского обывателя, который думал, ну что, с печки что ли слезть? Голодно, холодно, но Украина же это заработок. Ведь социальные опросы показывают, социологические опросы показывают, что люди на войну идут не потому, что они хотят кого-то убивать, они как раз себя утешают тем, что убивать не придется. Ну там фортуна теперь можно и не слезать с этой печки. Да ладно, жили бедно, жену в конце концов в поле выгоню, пусть она там немножечко картошки накопает, до весны протянем, а там вершки и корешки какие-нибудь уж придумаем. И можно не слезать с печки, можно ничего не делать, можно оставаться у себя где-то там. А корейцы пусть воюют. О, таджиков погнали, о, узбеки дворники, так вам и надо. Приехали с метлой обобрать меня. Я русский мужик, никогда в жизни в чистоте не жил, а вы бы тут приехали и начали у меня чистоту наводить, так вот вам за это автомат Калашникова. Это все судороги. Здесь, конечно, отдельный аспект именно северокалейский. Это совершенно другая геополитическая ситуация. Это не то же самое, как во Вторую мировую войну генералиссимус Франко, фашист, который не пошел на помощь Гитлеру, откупился синией дивизией. Он на советский фронт отправил всего-навсего одну дивизию, она там вся полностью погибла, и после этого к нему претензий не было никаких, и даже сам Гитлер говорил, что с Каудильо спорить невозможно, что с ним лучше вообще не встречаться и не пытаться вести дискуссию, потому что понятно, что проиграешь. То есть этот генералиссимус Франко, это был действительно, ко всему прочему, еще и стратег, и он Гитлера не боялся. И Северная Корея отдает некое количество солдат, непонятно, то ли батальон, то ли дивизию, то ли еще какое-то количество людей, не потому что это помощь фронту, не потому что это очень важный элемент военного сотрудничества, потому что это как раз попытка откупиться от России, сказав, что мы тебе все, что надо, снаряды дали, ракеты межконтинентальные баллистические под санкциями сделаны дали, солдат сколько могли дали, а теперь Россия, ты мне должна, и после этого Ким начинает хулиганить в регионе, ведь он же уже напал на Южную Корею, он заявил, что это Южная Корея, напал на него, он уже подорвал мосты, чтобы, не дай Бог, самому не перейти в контратаку, и у Кима, у него же комплекс неполноценности, он-то как раз находится сателлитом, вот такая заплатка на штанах, то ли у России, то ли у Китая, и со стороны все смотрят и говорят, ну Ким же без Китая не может, в принципе, даже чихнуть без разрешения, а кто не знает, ему это нравится или нет, а ему это не нравится, и вот теперь, когда кто на нас с Володенькой, а у Володеньки у него такая армия, а я ему свой батальончик тире дивизию, а может быть, еще что-то такое отдал, теперь он мне должен, и теперь у меня у Кима Третьего волка наследного престола, есть поддержка в виде Великой Армады под названием Советский Союз номер два, и я теперь опять на кормлении, теперь Россия меня содержит полностью как при моем дедушке Киме Первом, и я могу себе позволить уже напасть на Японию, напасть на Южную Корею, напасть на Китай, потому что теперь я главный царь горы Мангенде, носитель идей Чучхе, солнце нации, кто против, а тому ракеты по башке, и вот теперь Северная Корея, она решила свой самый главный вопрос геополитического влияния в регионе, все всегда в Корее спотыкались как гвоздь в заборе, штаны порвет, но большего ущерба не будет, а теперь гвоздь превратился в дубину с гвоздями, и вот это уже опасно, и Россия подтвердила, что смотрите-ка, мы даже не брезгуем взять какое-то количество северокорейских солдат, и мы будем ими воевать, и многие интерпретируют, это как раз так, что военная помощь подоспела, русские воевать больше не будут, они не хотят русский мир устраливать в Украине, пусть это будет северокорейский мир, русские помогут, потом, если что, перевозчиками выступят, и, наверное, вот теперь-то на войне что-то произойдет, нет, не в ту сторону смотрим, это не в Европе, это не там произойдет, не в западной части, это на востоке, в Азии происходят геополитические изменения, это у нас на глазах из маленького прыщика в очень серьезный гнойник вырастает Северная Корея. Мы понимаем, что россияне, они воюют там за унитаз, за стиральные машинки, за возможность оставить по себе ладу-калину, то здесь вот непонятно абсолютно, ну вы уже сказали, что там за тушенку воюют, но как эту навалу мы можем заставить, скажем, сдаться в плен, обменяет ли их в принципе кто-нибудь когда-нибудь, вот как вы считаете, насколько должна быть какая-то государственная программа там с нашей стороны, со стороны наших партнеров для вот этих вот, ну я не знаю, иностранных преступников, если их можно так назвать, и что это должна быть вообще за программа, потому что, ну пока, насколько я понимаю, что это очень большое количество военных, которых собираются сюда перекинуть, но что с ними делать? В Северной Корее армия построена по принципу, сформулированному Троцким, поэтому у большинства из тех, кто приедет в Украину, у них заложники остались там, дома, и эти заложники погибнут в концлагерях. По Троцкому социализм делит общество на три армии, военную, трудовую и сельскохозяйственную. И, собственно, в Северной Корее до недавнего времени, например, дети были запрещены в семьях, потому что не было как таковой семьи, была ячейка общества по биологическому воспроизводству северных корейцев. И Корея, ну поскольку они не очень умные люди, они хвастались в журнале Корея, и Корея сегодня два таких основных пропагандистских журнала, что, например, в Пхеньяне открылся самый большой в истории человечества детский дом то ли на тысячу, то ли на три тысячи детей. Спрашивается, в мирное время откуда у тебя три тысячи сирот? Они не сироты в нашем понимании, это дети, отобранные у родителей, потому что родителям, особенно сельскохозяйственной армии, дети не полагались. Они по Троцкому обобществлялись. Вот те самые дикие дискуссии, когда мы помним в 20-е годы, то есть 100 лет тому назад, молодая советская власть только-только пробовала на вкус правоустановку, документооборот и новые юридические нормы, а также мораль, там в том числе всегда выскакивала вырезка из ростовской газеты об обосчислении женщин, что некая портьячейка поставила вопрос, давайте женщины будут общие, ну а дети в детский дом. Это не шутка, это часть политики. И вот по Троцкому тот социализм, который сейчас, собственно, и живёт последним ростком абсолютного безумия в Северной Корее, выстраивал общество, деля на три армии при отсутствии детей, но потом детей разрешили. Не всем, потому что там очень жёсткая иерархия, в зависимости от того, каким значком с портретом Ким Ир Сена на груди тебя наградили. Там с большим значком тебе можно, например, телевизор, с маленьким значком тебе можно радиоприёмник и детей, а там если у тебя нет значка, от тебя, соответственно, ничего нельзя. И вот при этом Северная Корея, она, поскольку своих прокормить не может, она их сдаёт в аренду постоянно, потому что лес и лес в Сибири валят и руду добывают северокорейские гастарбайтеры. Это расконвалированные зэки, это люди, которые без зарплаты заподкормятся. То есть это такое нормальное рабовладение, и Россия на это охотно идёт, потому что у Северной Кореи, у неё же дружба с Россией, Россия всегда говорит, да, конечно, нам нужны трудовые ресурсы. И эшелонами приезжают северные корейцы, они очень тщательно охраняются, и самое главное, там настолько серьёзная концлагерная охрана, что оттуда нет утечки, утечки информационные, ведь эти же люди без телефона, без интернета, они же немножечко из 19 века, они всего этого не знают, и они постоянно под конвоем, и поэтому они работают десятилетиями в России, в Сибири, осваивая, живя и умирая, за похлёбку, но при этом практически следов их присутствия нет, потому что там полнейший вакуум, плюс идея чучхе, они идеологические, люди отравленные очень серьёзно, пропитанные этим ядом идеологии надолго, глубоко, на несколько поколений. И вот часть из этих людей с автоматами Калашникова уезжает теперь в Украину, сейчас они находятся на какой-то подготовке в России, при том, что Корея всегда армию готовила, но раз эти люди нуждаются в подготовке, значит, это не армия, значит, Ким не от себя оторвал свои боевые резервы, которые у него должны будут наброситься на Китай или на Южную Корею или на ту же самую Японию, значит, он отправил какую-то часть той армии, например, трудовой или сельскохозяйственной, которая, в принципе, воевать не умеет. Что с этими людьми делать? Во-первых, они никогда не ели досыта. Во-вторых, они не понимают человеческого языка. Вот наши нормы, наши разговоры, наша мораль для них совершенно неприемлемы. Они в идеологическом плане мало того, что отравлены, в интеллектуальном плане они сильно недоразвиты, потому что у них же никогда не было воспитания. У них была только мораль и муштра. Они выучили, они сдали зачёты. И вот сейчас они окажутся на войне, но в условиях вольных людей. Совершенно другого мира. И этот мир стреляет, убивает, то есть он показывает, что вот эти демократические принципы, они на самом деле плохие, потому что это же демократы в тебя, в носителя великих идей, стреляют. Ты-то ничего такого не сделал, ты же как раз за великие идеи. А вот это Запад, вот эта культура, вот эта цивилизация, вот те люди, которые умеют пользоваться мылом и зубной пастой, они тебя убивают, потому что все, кто умеют пользоваться мылом и пользуются зубной пастой и ещё газеты читают, они все плохие. Поэтому ты должен дать решительный бой. Но подманить их можно на что-то совершенно примитивное. На какие-то минимальные контакты, но в условиях войны какие могут быть контакты? Поэтому в условиях войны для того, чтобы севернокорейцы, которые совершенно зашорены, они вот абсолютно квадратные и поднадзорные, чтобы они в принципе начали реагировать на внешние раздражители, нужно до них достучаться на их языке. В прямом и переносном смысле. То есть это должен быть корейский язык, и это должно быть что-то такое же примитивное и понятное, как их мир, состоящий из листовок дадзибао и пропаганды. И их нужно переманивать, их нужно очень аккуратно гладить по головке, им нужно обязательно говорить, что вы действительно великие, что вы потрясающие, что если вы к нам придёте, то мы очень нуждаемся в вашей помощи. Вы, пожалуйста, придите к нам в Украину, если можно, без оружия. И давайте вы нас спасёте, вы нам расскажете, как здорово жить с нечищенными зубами, как прекрасно никогда не мыть руки, как это здорово, когда ты с утра начинаешь гимна нации по стойке смирно, а потом идёшь и работаешь, а кормишь, и ты, соответственно, питание трёхразовое, понедельник, среда, пятница. Вот давайте придите к нам и расскажите. И мы вас за это накормим по вашему привычному графику понедельник, среда, пятница, кореисты, сытыми и всё остальное. Не обкусывается этот пирог единым, одним конкретным действием. Он нужно обкусывать по краешкам, по чуть-чуть, потому что это совершенно дикие люди. Они из другого мира. Мы себе не представляем степень дикости Северной Кореи. Когда мы говорим это слово, опять-таки оно лишено того наполнения, того ужаса, в котором живёт Северная Корея. Просто пример. В Северной Корее вне Хиньяна нет общественного транспорта. И сообщение между деревнями проходит только на армейской военной технике. Причём на борту каждого грузовика, который работает на минуточку на дровах, потому что нет бензина. То есть вот газогенераторный ЗИС-5, он был с 1942 по 1945 год, а сейчас он ещё по 2024 в Северной Корее. И у него на борту написано «Пассажиров не брать». И поэтому автобус, который едет между деревнями, называется «Армейский грузовик». Он всего-навсего с бортовым кузовом, там нет сидений. Он не имеет права брать пассажиров, он не имеет права останавливаться на остановках. Автобусные остановки есть. Он там притормаживает. Поэтому всё местное население, ну, например, те, кто поехал, кому разрешено выезжать, потому что не всем из деревни разрешено, но тот, кто получил в управе разрешение на выезд из деревни, например, для того, чтобы продать козу в соседней деревне на рынке. Ну, бабка какая-нибудь. Бабка должна догнать грузовик. Грузовик вежливо притормаживает. Он не имеет права останавливаться. Закидывает козу в кузов, запрыгивает и едет на следующую деревню. А потом выкидывает козу на асфальт, ну, что там, без асфальта, и выпрыгивает сама. Вот так выглядит пассажирское автобусное сообщение в Северной Корее. Мы не можем себе этого представить. То есть нам кажется, что это анекдот. Да что вы? Так в 21 веке не живут даже в Северной Корее. Живут и ещё хуже. И вот эта Северная Корея, страна голодная, страна обезлюдевшая, страна совершенно чудовищного яда, она выплёскивается в нормальный мир, в, опять-таки, неприемлемых условиях, потому что фронт нормой не назовёшь. Они приезжают на войну. Они первую часть дезактивации получат от российских, потому что русские, какими бы они невменяемыми бы не были на этой войне, они всё равно всё-таки отличаются от северокорейского мира. Они могут позволить себе, например, взять и поесть посреди дня, а не вечером попросив похлёбку у старшего. Они могут не спать с троем, не ходить с троем и в туалет посещать тоже не с троем, в отличие от севернокорейцев. А ещё вот эти вот странные, которые такие здоровые, тучные такие, они могут взять и выпить вот посреди дня, что, опять-таки, в Северной Корее никак не получится. Это потихонечку проводит первую, ну, наверное, предварительную часть по переработке этого невменяемого в более-менее какое-то человеческое. А дальше, да, дальше, чтобы всех не поубивать, их надо переманить на свою сторону. Это очень тяжёлая работа, и она не рождается в эфирах и стримах, она рождается в Генштабе и в Институте Востоковедения, как очень серьёзный, фундаментальный, научный труд, порождающий, ну, некие методики, распространённые в войсках. Это сложная работа. Да, действительно, то, что вы говорите, это, конечно, поражает, просто не верится, на самом деле, что действительно есть такие люди, которые так живут, и я, на самом деле, вот не зря спросила о том, как с ними вообще можно коммуницировать, договариваться или не договариваться, ну и так дальше. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Сергей Асланян, ведущий Ходорковский лайв, был гостем этого стрима. Субтитры сделал DimaTorzok